Ноутил. Ноутил по терминам разберемся. У нас есть очень много разных слов. Есть понятие ноутил, ноутилич, без обработки. Есть понятие система диссиембра директа, система прямого посева. По-английски, по-британски будет direct seating system. Есть в Австралии называют zero till, нулевая обработка. Поскольку термины еще не устоялись и в разных языках определенные выражения используются, мы должны понять смысловое значение, которое стоит за этими словами. За этими словами, самое общее, посев в почву, сохранение в мульчи, слое растительных остатков, предшествующие культурой, седератов, сорняков и так далее. И вот аспекты ноутил. Это же аспекты, это не обязательно какие-то крутые селки. Вот, пожалуйста, аспекты ноутил в разных странах, что оказывается, можно в необработанную почву что-то сеять и что-то сажать. Какая еще интересная есть такая проблема ноутил. Ноутил придумала не наука. Ее придумали шальные фермеры-экспериментаторы, которые на сквыполях чудили кто как мог, начудили на целую систему, они стали развиваться. А наука стала подтягиваться далеко-далеко, идя за ними. Которые стали пытаться все это привести в какую-то последовательность, в какую-то единую картину. Потому что фермеру ему не нужна единая картина. Ему нужны правильные приемы. Что я должен делать на поле, чтобы меня за весь сезон, чтобы у меня получился урожай. У него отдельные приемы. Причем, если система ноутил в разных зонах климатических, в разных географических зонах, на разных почвах запускается, набор агроприемов может быть совершенно разным. И вот интересное выражение, которое я взял из журнала Scientific American. Оно было на английском. Там была подпись трех ученых американских. Ноутил не панацея. Таких в сельском хозяйстве просто не существует. Скорее, это часть большего развивающегося видения самовосстанавливающегося сельского хозяйства, в котором разнообразие фермерских методов от ноутил до органических и комбинации обоих считается правильным и необходимым. Мы считаем, что все фермеры, в конце концов, должны перейти к почвозачитному сельскому хозяйству, если возможно, к ноутилу на своих фермах. Вопрос такой. Неужели у нас в российской науке, или, грустно, как бы, в отечественной науке, назовем ее так, не изучали эту систему? Оказывается, изучали. И я нашел совершенно случайно, мало ли куда меня заносят. Один раз меня занесло куда-то в западную Украину, 70 километров от польской границы. Там был человечек, с которым я когда-то учился на курсах по органическому земледелию в Дрездене, а у него было хозяйство 1400 гектаров органического сельского хозяйства, и у него было приготовление компоста и этих шампиньонов. У него были какие-то проблемы, они вызвали специалиста по грибам. Там у нас есть специалист высочайшего класса, цена одного дня этого специалиста 1000 долларов. И прилетел парень из Саратова, который там решал ему проблему, почему у них появляется триходерма при выращивании шампиньонов. Мы жили в одном доме, и вдруг оказалось, что в 80-е годы, несколько лет он проработал в лаборатории биоцинологии. Был у нас институт, он был создан в 82-м году в городе Саратове. Это институт Большой Академии, это институт Сельхоз Шарашка, это настоящее научное учреждение. И туда перевели кафедру микробиологии из Саратовского университета. Там высочайшей квалификацией были специалисты, и ребята заканчивали этот университет и работали в этом институте. Там было 6 человек, задача у которых стояла особая. Если у нас сейчас испытывают сейлки, удобрения сами по себе, ребятам поставили задачу разработать систему восстановления плодородия почвы. Просто понять, в каком направлении агроному нужно идти, чтобы у него почва стала плодородной. Что там сверху под землей? На земле мы видим, что внизу происходит. У них была тема наутил также. Они достали где-то английскую сейлку наутил. Система, где они ее обкатывали, это был восток Саратовской области. Там каштановые почвы. Это 70 километров с границей Казахстана. Условия жуткие. У нас есть районы Ростовской области, похожие на хозяйство Декабрист. Ну, если кто знает Саратовскую область. Это целинные районы, очень плохо обеспеченные влагой. И они отрабатывали систему наутил в 83-м году на английской сейлке. И получили фантастические результаты, фантастическое понимание, до которого хваленным аргентинцам и бразильцам еще 25 лет ползти и ползти. Что было интересно. Вот мы с ним еще на границе Западной Украины подняли вопрос, вообще пахать или не пахать. Вот, ну, кроме сорняков, какие там аспекты есть. Он говорит, ты понимаешь, для Чернозема в Воронежской области, в принципе, ну, те, которые были тогда. Сейчас, видите, климат изменился. Сейчас воронежский климат ушел на 200 километров севера Невлипецкого. В Воронеже не хватает влаги. Там, когда пашут, когда почвенное сообщество разрушено, пахотой, оно восстанавливается за две недели. И нам нужно, чтобы у нас функционировало почвенное мощное сообщество. Если у нас почвенное сообщество не восстанавливается быстро, он говорит, ну, вот Чернозем, например, Саратовский, мы бы вспахали, оно может не восстановиться даже за год. С точки зрения плодородия почвы нас интересует скорость восстановления почвенного сообщества, а с точки зрения начала наутил, на нашем поле, на котором мы начинаем наутил, насколько это почвенное сообщество разрушено. Насколько мы создали систему кланов, которые друг с другом воюют, а мы еще туда садим растение, они на нем начинают паразитировать, у нас вылезают химические средства защиты растений, протравители, нужно правильный протравитель подобрать, нужны фунгициды по листу, и это все накладывается, накладывается, накладывается. Первая вещь, которую он сказал, наличие на поверхности слоя мульчи. Для чего, что такое мульча? Когда он говорил, что у нас нет возможности накормить всех в почве, вот мы разрушили вот эти связи, которые там устанавливались, и создали систему кланов, то мульча на поверхности создает слой в полтора сантиметра, где жратвы хватает на всех, и это называется коммунизм, понимаете? То есть в узкой взятой полосочке, полтора сантиметра, два, у нас коммунизм, потому что там жратвы много. По научному это был градиент по углероду. Вот его тут мало, а вот в этой полоске много. Что там начинается? Начинается структуривание почвы. Там возникает такое почвенное сообщество нового типа, обладающее способностью организовывать всех внизу. И вектор идет сверху вниз. Если нормально вот это вот есть, влаги хватает, вот это под мульчой, у нас идет постепенно-постепенное восстановление структуры почвы, которая уходит вниз. И когда он говорил, если мы 40% восстанавливаем, у нас решается вопрос влагоемкости почвы, у нас перестают влиять заморозки, все негативные условия исчезают. У меня, говорит, в Саратове, когда я почву восстанавливал до 40 см, картошку я на зиму мог не выкапывать, она не сгнивала, я ее мог копать весной. И вообще, говорит, у меня теща, я сейчас, говорит, я сделаю на огороде 40 см слоя почвы, и она от меня наконец отстанет, потому что у нее будет всего много. Модель Нормана Барлауга был такой дядька, умер не очень давно, который вел свою систему. Эта система у нас известна как интенсивная система ведения сельского хозяйства. Я ее всегда напоминаю. Четыре кита, на которых она стоит, лучший сорт или гибрид, много-много химических минеральных удобрений, хорошая защита с помощью химии и полив. Она была введена в 1964 году, под нее были построены заводы минеральных удобрений под эту программу. 80% минеральных удобрений и больше уходит за рубеж сейчас, потому что по ряду причин эффективность применения минеральных удобрений у нас ниже порога экономики. И вот что она запустила. Мы видим с левой стороны нормальную разрушенную почву, плотную почву, потерявшую структуру, с правой стороны мы видим превосходную почву, которая как губка. Потом мы видим разделение почвы на два слоя. Видим сверху, где горизонт, механическая обработка есть, рыхлый. Ниже слой 20 сантиметров, плита бетонная. Ниже опять рыхлая земля. Если мы ее пробьем, мы добьемся этой рыхлости. Алтайский край, это Татарстан, это Нижний Новгород, это такие знаменитые чемоданы. И мы в системе возделывания сельскохозяйственных культур должны все это разделывать, тратить деньги на горючее, чтобы все это раздолбать у нас получилось. Включаем чезеля. А вот это нормальная почва. И видите, нормальная почва, у нее нет разделения на аэробы и аэробы. Она состоит из агрегатов. Каждый кусочек. И вот этот умный товарищ, Павел Андреевич Костачев, который жил во времена Василия Васильевича Докучаева, сделал маленькую ошибку. Его книжка вышла на несколько месяцев позже книжки Докучаева. И поэтому у нас основатель почвоведения, геолог Докучаев вышел из геологии. А этот человек, специалист по биологии почвы, его сын, если память не ошибает, основал Институт сельхозмикробиологии. Он описывал и говорил, что если мы имеем почву такой структуры, никакой опасности от нехватки влаги у нас на юге России не будет. Она собирает своей в метре столько воды, хватит на любое урожае при страшной засухе. Ну, что имеем, то имеем. Наутил начинаем на вот такой модели, часто всего. И у нас возникает два направленных процесса. Первый вопрос. Коммунизм на верхних двух сантиметрах включает процесс разуплотнения, а анаэробы, которые внизу сидят, у них конкурентное преимущество уплотненной почвы. Им кислород для развития не нужен. И они запускают процессы уплотнения почвы. Это не обязательно действие орудия, не обязательно проход техники, хотя все это сказывается. Просто если у них есть возможность, они захватывают территорию за счет уплотнения почвы. И мы говорим, я вот слушаю эти лекции, выступления, на конференции по прямому посеву, какие хорошие аэробы, какие плохие аэробы, мы должны с ними бороться. Все это хрень собачья. Если с точки зрения нормального научного мышления. Объясняю. Видите агрегаты? Нормальной природной почвы, разделения аэробы, а анаэробы нету. И они говорят, когда вот эти вчерашние студенты сидели, изучали почву, они разрезали вот эти комочки, и оказалось, что внутри комочка сидит анаэробы, сидят, а на поверхности комочка аэробы. То есть анаэробы им нужно же сжимать что-то, они же создают, и у нас вся структура почвы в каждом таком шарике, 5 мм, 3 мм. Внутри сидит уплотняющий начало биологическое, а снаружи, который дышит. И вот это то, что должно быть. Оно должно быть не географически разделенное по этажам, оно должно быть в структуре почвы, в нормальной. Тогда возникает вопрос, при переходе на наутил, каким образом нам запустить процессы, чтобы почва начала разуплотняться. Потому что, если мы отказываемся от механического рыхления, и начинаем на этом экономить деньги, и кричим, у нас экономика наутил, мы там раньше 95 литров солярки на гектар, а сейчас мы будем 13 литров на гектар. тратить. Но вопрос-то стоит, пока ты к этому счастливому будущему экономическому слову придешь, ну, с точки зрения экономики, у тебя может развитие вот этого уплотненного горизонта привести к тому, что у тебя упадет урожайность. Я знаю много хозяйств, и на одном хозяйстве 136 тысяч гектаров. Это агрохлуды Нижегородские, у них земли в Нижегородской области и в Ульяновской области, и они купили там украинские сейлки, вот эти вот, Хорш Агросоюз, и они благополучно разорились. Отец семейства был замминистра сельского хозяйства Нижегородской области, и когда мы сунулись туда, у них почва уплотнения было такое, на пенетрометр ложился там татарин 165 килограммов, он сгибался, пенетрометр такой в дугу, как лук, потом он так живот подымал, он разгибался, но он протыкал 5 сантиметров. Я говорю, ребят, понимаете, что у вас катастрофа, что вы разоритесь, у вас нет урожайности, вам нужно все это взорвать к матери, иначе вы все разоритесь. Они говорят, нет, говорят, нам приезжали с Украины, и сказали, еще год, два, три, у нас все будет хорошо. Ну, кончилось, тем его посадили на 8 лет, и он умер от онкологии в тюрьме, и разоренные вот эти вот хозяйства, потом оно развалилось, а мы потеряли на них примерно миллион долларов, мы пытались им помочь, потому что у них вообще бюджета не было, и в конце концов с нами они не расплатились. Ну, это просто к примеру такому, что холдинг 136 тысяч гектаров, что хозяйство 300 гектаров может споткнуться на вот этой теме уплотнения почвы, и никуда она не девается, и есть целая технология переходного периода на наутил, вот моя книжка «Основные этапы перехода на наутил». Мы говорим, что разуплотнение почвы – это обязательный прием. Вопрос идет, какая глубина, сколько это будет стоить, какими орудиями работать. По разуплотнению почвы есть много точек зрения. Одни говорят, достаточно пройти щелерезом или чизелем. Без чизеля или щелереза не обойтись. Всю эту порнографию надо взломать. Глубина взлома, глубина должна идти до конца плиты, она должна ее прорезать. Второй момент. Нужно использовать сидираты. Сидираты со стержневой корневой системой. Рик Бибер тут все на месте, он все эти, Рик Бибер, Тамашов, они все эти смеси сделали, сейчас уже появились ребята, которые семена будут выращивать. Ну, смысл такой, чем больше там насыпешь этих семян по разновидности, там можно посеять и обыкновенный подсолнчик, сортовой или обыкновенный, который убрали, ну, чтобы вот это закрепить, то, что будет взломано. Потому что, если ты не взломаешь, она потом через год, через два так же сядет, и будет то же самое. И делать нужно опять. А у нас на один сантиметр взлома пол-литра солярки. Согласны? Вот мы экономика, вот сколько нужно вложить денег, чтобы это взломать. Тогда у нас возникает чем ломать. Челерез хочет, за 500-600 рублей можно взломать, Челерезом, Кивони, СС. СД будет дороже. Если мы идем Гаспардовским Артиглиеву, например, он нам на гектар будет стоить 2500 рублей. Он ломает и вытаскивает комки. И третье. Чтобы эту систему закрепить, нужен 500-й препарат, который запускает РХЛ. Что мы сделали? Когда мы поняли, в чем смысл этой идеи, мы для начала подобрали Челерезов, мы полезли в разные места, мы посмотрели, как реально работают ребята на Урале, в Казахстане. Некоторые прямо интуитивно наткнулись на всякие вот эти разуплотнения почвы и делают это разуплотнение почвы. И не говорят, что если вы купили Сиелку, сразу идите на поле и будет вам счастье. Может быть, несчастье, а наоборот, несчастье. И мы сделали специальный препарат, аналог 500-го препарата. Аналог мы сделали. Мы стали смотреть, ну неужели, если придумали какие-то немцы, где-то, когда-то, ничего у нас подобного нет. Оказалось, что есть. Потом оказалось, есть теоретическое обоснование этих препаратов. Ну, вроде бы, чем навоз отличается тот, который в куче и тот, который в роге. Оказывается, что микробы могут вступать в сложную систему кооперации, когда один за всех, все за одного. В природе, когда вот этот коммунизм происходит, у нас эндрофная ассоциация формируется двух сантиметров, которая обладает сверхспособностями, чтобы потом привести порядок всех. У нас есть природный синтрофизм, у нас есть искусственный синтрофизм, потому что возник вопрос, можно ли создать искусственную синтрофную ассоциацию, как долго ее делать, сколько она стоит, кто ее делает, и что вообще ее какие возможности. У нас люди ездят в Аргентину и говорят, что нам нужно полное закрытие поверхности. Дело в том, что в Аргентине количество осадков от 800, нижняя планка 600 миллиметров, вверх от 1200. У них есть проливные дожди, которые создают водную розу. У меня вопрос такой, в нашем регионе такие проливные дожди, вызывающие водную розу, есть или нет? Ну это скорее исключение, чем постоянное. Поэтому закрытие плотной поверхности растительными остатками у нас не является обязательным условием. Обязательное условие наличия органики, чтобы был коммунизм для верхних полутора-двух сантиметров. По возможности нужно закрывать полностью, чтобы почва была в течение сезона закрыта. Ее можно закрывать либо через высокие урожая культур. Конечно, кукуруза с урожайностью 6-7-10 тонн оставит много. Есть у них все вооборот базовые. Пшеница, соя, кукуруза, у них есть вот этот постоянный покров. Кукуруза всегда много дает. Соя, она в минус всегда работает, она мало оставляет. И там у них баланс поддерживается за счет, пшеница дает чуть-чуть больше единицы, а кукуруза, она закрывает как бы все. У них более высокая биологическая активность почвы и у них больше влаги. То есть, почва лучше себя восстанавливает. В Австралии откуда взята модель наутил? Вот из этой зоны. видите, юг Австралии, вот в середине вот эта коричневая, это пустыня центральная австралийская. И вот на юге видите вкрапление пустыни и степей. И вот наши шальные фермеры ездили туда, подглядели, что там происходит, вытащили оттуда специалистов, платили деньги башкиру, я был в Башкирии, башкиры скидывали с деньгами и оплачивали эксперта, который прилетал оттуда и учил, как делать сельское хозяйство, как делать наутил для восточной и южной башкирии. Я с ним ездил и ночевал, в смысле, в гостиницах. И в Казахстане, в Кустанайской области, был Кустанайский, есть Кустанайский не сельского хозяйства, там директор был Двореченский, он был бывший министр сельского хозяйства республики Казахстан, герой Казахстана. У него тоже были возможности, и он тоже выписывал оттуда специалистов, и они сделали передачу австралийского опыта на тот регион. Вот у нас брошюрка, маленькая статья есть. Там есть особенности этого метода. Одна из особенностей этого метода обязательно технологическое колея. И вот, когда мы здесь говорим, у нас ребята это ездят в Аргентину, а там 800 миллиметров влаги это уже засуха, и они говорят, нет, у нас философия наутила, аргентинцы, у них вот 30 градусов меняет угол атаки агрегатов. ну вот, поверьте мне, можем еще раз сделать этот, вытащить этих австралийцев, но вот они сказали, ребята, на это обратите внимание. Вот, то есть нам нужно запустить почву, потому что почва нормально работающая наутил, это наше все. На это уходит несколько лет, есть так называемая шкала, я эту шкалу могу показать, Аргентин, Аргентину, этот, как его, наутил, наутил, рознь, есть наутил с разным разрезом по времени, и нас должно интересовать вот эта таблица, таблицу вот у меня передрали, но я ее тоже у бразильцев передрал, таблица эволюционная шкала системы наутил, первые пять лет, мало пожневных остатков, почвенные агрегаты, вот эти шарики, они только начинают восстанавливаться, низкое содержание органики, не хватает азота, и восстановление массы микробиода, первые пять лет продержались, дальше уже идет, плотность начинает почву увеличиваться, но вам нужно сохранить ее структуру, фосфор вдруг начинает расти, вы фосфор не уносите, он у вас растет, фосфор не уносите, у вас растет, откуда у нас может вырасти фосфор, агрохимические анализы, которые у нас измеряет фосфор, они измеряют только доступный фосфор, соотношение доступного и недоступного сколько у нас? Его соотношение один к двум ста, то есть если нормально запустить процесс почвообразования, вытаскивать фосфор, нам на 200 лет его хватит, это на 20 сантиметрах измеряемых, но дело в том, что у нас еще есть там полтора метра, и в нашей стране охрана почвы это 20 сантиметра, а в Европе полтора метра, если у нас почва нормально, корневая система уходит на полтора метра, у нас там этого фосфора бесконечно много, условно, и если он нам нужен, нам нужны корректирующие подкормки фосфора, но это мы разбирали вчера, вчера же мы разбирали, вот, третья фаза, у нас возникает много азота, содержание углерода, остатков больше, угород питательных веществ 20 лет, от 10 до 20 лет, третья фаза, четвертая фаза, у вас земля будет совершенно другая, вот у вас земля будет, и она будет продаваться совершенно другие деньги, и у них возникает вот такая вещь, я беру с бразильской презентации, переведенная на русский язык, увеличение урожайности в два раза, а удобрение на увеличение урожайности уходит на 30% меньше, увеличение урожайности сои тоже почти в два раза, а удобрение на 50% меньше, вот такие парадоксы, потому что когда почва оживает, все, что мы даем микробы, микробы, они начинают кормить растения, еще есть такая система стриптил, на самом деле ее можно чередовать на утил и стриптил, не знаю, стоит ли нам сейчас об этом заостряться, но у меня на Урале ребята, когда стали сеять подсолнечек, он не вызревает, она утила, и подсолнечек у нас сеется раньше яровых культур, здесь в этой зоне наоборот, начали яровые, потом подсолнечек, маленький сезон, и вот эти вещи оказались палочками-ручалочкой, придумали, они вот стали переделывать сейлки, и вот появились амички, это переделанная опь, сошник двуреченского, анкерный, видите, да, и сзади прикатывающее колесо, вот этот Ян Кин, вот которого я здесь, нужны книжки потом возьмете, Ян Кин описывал, вот эта волна, знаменитая австралийская волна, семя кладется на высоту от волны глубина 7-8 сантиметров, есть специальные сейлки, которые могут до 20 сантиметров, сейлка называется муза, это челябинские товарищи, холдинг муза, завезли австралийца, купили сейлку, потом сделали полную копию, ну, лучше ли ее, и потом стали говорить, это нами придуманные сейлки, ну, как у нас обычно говорится, вот, и на 20 сантиметров семя, если у нас идет суховей, ветер, и мало растительных остатков, а у нас может быть мало, то эта штука решает все задачи, у нас сверху зачерненный слой почвы с растительными остатками, показывает, как это выглядит, но мы говорим, что не только мы живем в сухой степи, есть канадская сухая степь, вот научная станция, вот они эволюцию в сухих канадских прериях показывают сейлок, первый дисковый баронал на лошадях 20-х годов, СИП-стойка, которую придумали не у нас, а у них, видите, да, вот это культиваторы с S-образной лапой, знакомые в Лене, 90-е годы, 80-е годы, у них придуманы вот это сейлки, типа нашей СЗ, которую мы купили 32-го года патент, это вот просто история, я сейчас показываю исторические снимки, потом вот такая наша сейлка Амичка, которую не мы придумали, мы у них просто передрали наглым образом, и вот сейчас делают Амичку для наутил, делают и переделывают старые Амички под наутил, кому интересно, покажу, целое дело, потом пошли двухдисковые, потом монодиски, и нам, когда говорят, что дисковые сейлки это наши, я говорю, дисковые сейлки это отстой, и они пошли в следующий этап, когда они взяли австралийскую модель, анкерный сошник, узкий, и узкое прикатывающее колесо, и когда эти сейлки до нас доходят, у нас почему-то фирмы, которые в Краснодаре сидят, они завозят сейлки дисковые, на самом деле у тех же фирм есть анкера, вот специфический вид поля посеянного такой сейлки, видите, волна, она сеется между волной, я считаю, я считаю, что для сухой степи это обязательное, это необходимое условие, видите, это однотипные сейлки, раньше они были без копира, сейчас они делают с полным копиром, видите, да, и они делают частичное зачернение, и не в Канаде, не в Австралии из этого трагедию не делают, если зона, где нету проливных дождей, вызывающей водную эрозию, вот эта модель оказалась наиболее оптимальной, у нас сохраняется муча, у нас сохраняются условия биологического взрыва, видите, да, и у нас нету обработки почвы, у нас и потом посев идет во влажную зону, здесь у нас идет частичное перекрытие, и оттуда полезет из этой щели полезет рядок растений, он перекроет, потом у нас взбитый 7-8 сантиметровый гребень, он взбитый, он будет играть роль термоса, это модель Овсинского, у Овсинского не было никакого наутил, у него было создание термоса верхнего рыхлого горизонта, а? 5 сантиметров? Да. Ну, опять-таки, если очесано убрано, тут же уже не по 7 манкер населые, почему? Много граблей будут нагребать, не знаю, там есть очесывающиеся селки, могу сейчас показать то, что есть, они есть с этими скульпторами, очесывающие, все нормально, у него, проблемы у ребят на Урале нет, есть интересное правило, чем засушливее зона, расстояние между рядками должно быть больше, в Австралии 40 сантиметров и 50 есть, когда мы привозили австралийского специалиста, он ходил и говорит, в вашей зоне 25 оптимум, или 24, в вашей зоне 28, даже в 79? да, расстояние между рядами, и ставился вопрос по урожайности, вот я беру вот эту канадскую презентацию и вопрос, она переведена на русский язык, широкое междурядие для земель с недостатком влаги дает больше возможностей, можем ли мы расширить более чем на 30 сантиметров, вот пожалуйста, они закладывают опыт, это у них наука работает по наутилу, им нужно вот все споры, которые ведутся, нужно проверить, и они берут 25, 30, 35, 40, вот та наша проблема, которую вот нужно ее разжевать, развинтить, и они получают вот методологию, эти селки, какой они сеют, вот такие вот междуряди, вот все, а потом они делают анализ, года, обработка, всходы, эффект ширины, и оказывается, что все нормально, что в принципе большой разницы, 25 или 40 сантиметров нету по годам, иногда 40 сантиметров лучше, чем 25, это золотая информация, она золотая, нужно научиться ей пользоваться, потому что мы научились на широких междурядях получать, на широких междурядях мы научились сеять мало, нам дают норму высева 250 килограммов, 5,5 миллионов, на 5,5 миллионах мы можем получить колос не более, чем 1 грамм веса, если у нас урожайные 40 сантиметров с гектара, это у нас 4 миллиона, если у нас 50 сантиметров, 55 миллионов, это у нас 50 сантиметров, один колос, а можно ли сделать больше, и мы обнаружили зависимость, вчера мы ее разбирали, могу вам сегодня сказать немножко о ней, что есть система получения 2-граммового колоса, но система 2-граммового колоса начинается на маленькой норме высева, где мы формируем куст на маленькой норме высева, и у нас формируют каждый колос, дает зерно до 2-х граммов и до 3-х граммов, вчера у нас был один Петр Григорьевич Ратушный, который в прошлом году 55 килограммов посеял, и у него полос был от 2 до 3,5 граммов, и он получил урожайность разрос от 58 до 74, на маленькой, на большой норме высева не получается большой и тяжелый колос, но там еще технология структурирования колоса, мы знаем, когда нужно фосфор дать, чтобы длинный колос был, чтобы колос заполнился, чтобы было много-много зерен в колоске, какими препаратами нужно обработать, мы же говорим, что наутил это направление, это покрытое слоем пожелинных остатков земля, это коммунизм, биологические взрывы в верхнем слое, включающие разуклотнение почвы и установление влагоемкости, насколько влагоемкость можно увеличить. Если базовая влагоемкость здесь бывает годы 60 миллиметров, весной 90, это считается хорошо, но можно сделать 200. И когда мы 200 запас лаги имеем на весну, за счет восстановления структуры, за счет того, что мы спрятали воду туда, у нас же другие возможности поврожайности, поэтому у нас наутил неправильный, где влагоемкость не восстановлена, где плужная подошва есть, у него запаса прочности и урожайности нету, мы только экономим горючку на обработке. И вот оказалось, что один и тот же наутил, две технологии традиционные наутил, Хорш-Агросоюз, селка, между рядами 30 сантиметров, оно не дает мощного куста, способного противостоять засухе. Это хорошая селка для тех условий, для которых это создало. Австралийское Рогро, это музыка, которая сейчас, это подобные ей селки Барго, это вот эти амички переделанные, это сошник этот барнаульский, и у меня ребята берут рамы и ставят барнаульский сошник, это получается нормально по экономике, индековский. Это вот, и вот широкие междуряди, и вот вот этот классический австралийский аркер с прикатывающим узким колесом, это то, что и вот достаточно крупный полос мы видим. То есть вот тяжелые условия, видите, да? То есть модель нам нужно стремиться к драмовому полосу. И высевные конструкции, и как бы вот у нас два направления. Зона достаточного увлажнения одно, зона недостаточного увлажнения, правила игры другие. Растение обладает способностью связывать углекислый газ из воздуха, превращать его в сахара и сбрасывать в корневую систему, где они кормят микробов. То есть микробы могут питаться мертвой органикой и пожневными остатками корневой системы мертвых растений, и могут питаться выделениями живых растений. Если мы не чудим с азотом минеральным, селитрой, у нас можно закачивать почву на производственных полях до 10 тонн условной глюкозы. Если мы чудим селитры, мы будем иметь красивые зеленые растения, выделение растений будет минимум, или может быть даже не быть. Это технический агроприем, к которому нужно стремиться, и мы должны понимать, как правильно работать с удобрениями минеральными, и второе, как правильно работать с усилением фотосинтеза, потому что можно стимулировать фотосинтез, есть препараты стимулирующие фотосинтез, а сахаров не будет в почве, потому что блокираторы оттока сахаров у нас завязаны на использовании селитра. В нашей почве должно быть, ну, в нашей зоне должно быть 30 тонн живой биомассы, то есть бактерии, аксиномицетры, возраст, простейшие бла-бла-бла-живы, и червей, которые все это перемешивают. Они живут в среднем 14 дней, через 14 дней они лопаются, это выходит содержимое, и потом, и каждый день это поступает, 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 поступает. Мы на этом разбирали вчера питание миксотропное, что растения могут усваивать аминокислоты из почвы, если эти аминокислоты есть. Если интенсивный процесс идет, то на наутил можно создать систему, где мы условно 700 килограммов селитра можем получать за счет биологических процессов. Можно убить почву, что у нас от 900 до 1,5 тонн живой биомассы. всего остается. Очень мало. Почва мертвая. Можем сделать мертвую почву, и чаще всего у нас получается, что мы начинаем наутил на мертвых почвах. Тогда у нас на наутиле возникает вопрос, если мы хотим перейти на наутил, у нас нету подстраховки через рыхление почвы, нету подстраховки. Нам нужно запустить биологическое рыхление почвы, тогда возникает термин здоровье почвы. Почва должна быть здоровой. поэтому у нас стоит вопрос технология восстановления здоровья почв при переходе на наутил. В нашей современной понятийной системе роль выделения корневых из растений не рассматривается вообще. что было предложено Рико Бибер он говорит, что чтобы восстановить сделать связь создать синтрофную ассоциацию мы должны все время обеспечить поступление питательных веществ из корневой системы и каждое растение выкармливает тех микроорганизмов которые они хотят. не то что все на всех одинаковые одно растение выделяет вещества подтягивает одних другое других третий третьих и Рико Бибер предлагал 12 компонентов смеси четырех типов на создание на восстановление микробиологии почвы. Если в странах Аргентины если в странах Бразилии у них они просто идут промежуточные культуры которые потом уничтожают специальными катками то то что предложил он для зон где недостаточно большой период вегетации где есть зима сеять после основной культуры уходящую в зиму смесь которая просто будет вымерзать тогда у нас получаются живые корни до самого конца вегетации у меня эти вещи лично я с ребятами работаю на Урале мы запустили эту модель уходящую восемь зиму сейчас возможно нам удастся запустить микоризу на вот этих смесях что нам нужно знать нам нужно знать первое это немного семян у Тамашовой в пределах 20 килограммов на гектар смеси у американцев я спрашивал из северной Дакоты до 60 килограммов на гектар то есть это немного там нет задачи чтобы полностью было такое как бы сказать как производственная культура и второе они говорят оправдывает себя модель если мы имеем 15 сантиметров даже выросших растений уже экономически на себя оправдывает то что здесь мы видим это много когда фотографию делают показывают что это много что придумали мы и что я буду закладывать на Урале в этом году вопрос микоризации что недоработал Рик Бибер Рик Бибер никогда не работал сознательно с почвенной микробиологией сознательно бессознательно работал его приемы они способствуют восстановлению почвенной микробиологии может какие-то микробы вот я вам говорил один микроб один продукт он что-то там использовал когда мы работаем концентрофными ассоциациями мы можем запускать их через семена и я пробовал смесь азотофиксирующих бактерий 14 штаммов в одном препарате наноутил на севере республики Татарстан в Кукмарском районе и видел послед действия азотофиксирующих на следующей культуре в Севообороте то есть там передается потому что как правило моноштаммовые препараты одноразовые вот работает а на следующий год он потерялся все большая конкуренция мы создали преемственность и мы хотим попробовать наноутиле запустить микоризацию мы искали вот ребята мы искали мы вроде бы нашли микоризу брать смесь 20 килограммов пусть там будет 200 граммов грубо говоря 200 граммов лен масличный я возьму чайную ложку микоризы хорошей я этой чайной ложкой заряжу все поле потому что микориза очень дорогой компанией системы и мы искали каким образом с одной ложки запустить все поле понимаете и вот у нас сейчас сидят у меня образцы лежат мы запустим японскую микоризу в этом году я образцы у них выбросил у японцев мы начинали с американской микоризы со штата этот или с Мичигана не помню там ну с какого-то из западных штатов но сейчас мы не можем заказать мы отработаем этот прием через 3-4 года мы будем его рекомендовать что можно замикоризовать поле через промежуточные культуры а у нас же как мы просто стараемся посеять и все посеяли что они дадут но мы можем заряжать через них там же протравителя нету химических нету препаратов если у нас есть синтрофная ассоциация различных функционалов мы можем туда еще на них сажать и мы тогда быстро запустим поле вот промежуточные культуры ее методы сроки кому нужна презентация я думаю ее могу дать она рассчитывала сколько питательных веществ окопится но меня интересует то что говорил Рик Бибер он говорил меня интересует одно если сложная смесь дополнение одной культуры на один год ускоряет переход на нутил по почвенной влаге там запасов больше растительные остатки запасов побольше потому что там вот эта вот масса держит вот по мекорезе у нее есть очень хорошие наработки какие растения мекорезы цепляют какие не цепляют она нам очень хорошо сейчас поможет когда мы будем создавать эту систему симбиотическую с мекорезой где мы вот я нашел лен и он идет маленьких дозах но здесь они пытаются мекорезу зацепить та которая есть а мы хотим потеять туда мекорезу я буду использовать ее знания и буду суммировать то что мы для себя придумали какая основная проблема у нас сейчас существует у нас нету нормальных себе оборотов той классики которая разобакалась предшествующие годы мы сейчас перешли на систему коммерческий плодосмен у нас нарушение всех канонов растениеводства и вот для нас получается промежуточные культуры это палочка на ручалочке вставляя их чтобы они уходили в осень и набирали они нам фактически восстанавливают концепцию сервооборотов понимаете да мы можем делать грубые нарушения на основных культурах они нам все будут нивелировать вот просто разница прибавки урожайности вся эта работа сделана сделана хорошим умным человеком я рекомендую этот опыт изучить это тоже определенные агроприемы в нашу коллекцию агроприемов для внедрения наутил что у нас по наутилу есть наутил это направление перспективное органическое сельское хозяйство направление бесперспективное и у нас нету поддержки этого нету поддержки ФАО ФАО не поддерживает органическое сельское хозяйство потому что они не могут выйти из одного процента общего производства продуктов сколько у нас кричат по органическому сельскому хозяйству немыслимо А система наутил, которая кормит людей, которая создала экономику стран, у нас почему-то оказалась падщерицей, которая там вроде бы ее и нету, а на самом деле она создала экономику, она кормит огромное количество миллионов людей в этом мире, во всем мире, и она у нас очень жестко связана с восстановлением здоровья почвы. И если мы здоровье почвы не запустим, наутил у нас не запускается. Ну, вот я не знаю сейчас, если зададите вопрос, и я еще что-то расскажу, мне нужно было какую-то общую картинку нарисовать, не знаю, насколько мне это удалось сделать. Конечно, есть очесывающие жадки, обычные жадки, это все факультативно. Наутил основа, почва покрыта слоем растительных остатков, который не обрабатывается, эта возможность появилась с появлением гербицидов сплошного действия, и это не научный метод, а фермерский. И у нее переход в сторону науки идет очень медленно, с огромным отставанием. И в то же время это огромное экспериментальное поле, в котором идеи из различных областей знания используются, внедряются, и это очень интересно. И я считаю за это будущее. Это началось с 80-х годов, первые книги по научилам 80-х годов. У нас была очень хорошая научная поддержка, к сожалению, исторически сложилось, что мы это преимущество потеряли. И сейчас у нас эта идея пришла из-за рубежа, и она пришла опять в виде сейлок, продавцы сейлок принесли с собой идеи об этой системе земледелия. Эта система, это не прием, это система. И несколько стран, Бразилия, Аргентина, имеет 85-90% площадей, которые обрабатываются по научилам. Это идет где-то 200 миллионов гектаров, наверное, общая площадь. Я не знаю, потому что цифры прыгают. И, как говорят вот эти вот американские ученые, скорее всего мы к этому придем. Субтитры создавал DimaTorzok